Народная трудовая эпопея Равна величайшим битвам Второй мировой войны Маршал Советского Союза Жуков Летом 1943 года, пытаясь взять реванш за Сталинград Гитлер собрал на флангах Курской дуги все доступные для атаки силы Он понимал, что операция «Цитадель» решит судьбу Германии Битва на Курской дуге стала очной ставкой советской и германской бронетехники А следовательно, очной ставкой двух инженерных школ Немецкая инженерная школа старше и богаче опытом, чем российская Еще до революции русские инженеры ездили учиться в Германию В 30-е годы, когда у нас стало бурно развиваться высшее техническое образование Были популярны немецкие инженерные справочники Тогда же наши инженеры и ученые перенимали опыт на заводах Круппа За годы индустриализации Советский Союз подготовил и воспитал собственный инженерный корпус В середине 30-х в Харькове генеральный конструктор Кошкин спроектировал танк Т-34 Незадолго до войны наладили его серийный выпуск Из воспоминаний немецкого танкиста Отто Кариуса Как тонны кирпичей на голову нам свалились русские танки Т-34 Изумление было полным Т-34 с его хорошей броней, идеальной формой и великолепным длинноствольным орудием Всех приводил к трепет Рейхсминистр Шпеер собрал ведущих немецких производителей вооружения Для борьбы с русским танком было решено как можно скорее изготовить тяжелый танк Тигр И разработать средний танк Пантера Тигр был воплощением идей Гитлера о непобедимой армии Он имел тяжелую броню и превосходную пушку Поэтому мог вести бой с нашими танками на очень большой дистанции При этом сам оставался для них неуязвимым Танк Пантера разрабатывался в подражании Т-34 Но он был мощнее и лучше вооружен Ведь у нас тоже были предложения создать Их даже создали Гораздо более тяжелые и мощные машины, чем Т-34 Их предлагали на вооружение Одно даже формально приняли на вооружение Но серийного производства так и не было развернуто Ну, известная фраза Иосифа Иссорьевича Сталина Обращенная к главному конструктору Мороза О том, что вы делаете Сделали хорошую машину Имелся в виду танк Т-43 Но у нас уже есть хорошая машина Т-34 Совершенствуйте ее Но я не верю в такую прозорливость Сталина Просто в наркомате танковой промышленности Собрались главные головы страны Русский танк Т-34 в корне отличался от немецких шедевров Простотой производства и технологичностью конструкции Это позволяло активно использовать труд женщин и подростков А в Германии новые машины по-прежнему рассчитывались Под высоко квалифицированных немецких рабочих Наши танки дешевле, чем любые западные Все нужно, ничего лишнего Иногда в лишнее попадают на то, что, честно говоря Хотелось бы иметь Но если мы будем строить по принципу Все, что необходимо в этой технике То у нас просто не будет нужного количества То есть по одежке протягиваем ножки Потихонечку это выстраивается Характер инженерной школы Да У нас стараются никогда ничего лишнего Не закладывать в технику Все, что может ее усложнить, удорожить Но при этом Эта техника должна выполнять свою основную функцию От того, что не на каждом челябинском тракторе есть кондиционер Не значит, что эти трактора не могут пахать Они отлично пашут Но кондиционер есть не везде, это верно Немцы свои машины буквально языком вылизывали У них великолепная трансмиссия Великолепные двигатели Но германская экономика просто разорялась От каждого этого танка Великолепного Порше Ну мы просто так интересу ради просчитали Выяснили, что 5,5 тысяч пантер По трудности производства По затратам соответствуют Всем 34-кам нашим Всем до одной Но по боевой мощности не соответствует Всем 34-кам То, что немцы не смогли Или иначе не захотели Производить такое же количество танков Понадеявшись на супермогучие машины Говорит о неверно принятых решениях Пусть наши танки будут самые мощные Пусть враг дрожит Враг не задрожал А вот в самоходной артиллерии Мы еще серьезно уступали Если, конечно, не считать Гвардейских реактивных минометов «Катюш» Они вступили в бой еще в июле 41-го Подоршей И сеяли страх в германских войсках Но их боевое применение Рассчитано на поражение Больших площадей А для борьбы с танками Нужна ствольная артиллерия С высокой точностью стрельбы Из постановления Государственного комитета обороны От 19 октября 1942 года Считая абсолютно необходимым Иметь на вооружении Красной армии Многочисленную самоходную артиллерию Государственный комитет обороны постановляет Немедля создать образцы самоходных артиллерийских установок Со 122-мм гаубицей на базе танка Т-34 Срок 20 ноября Итак, постановление принято 19 октября А ровно через месяц 20 ноября Образец должен быть испытан Представляете, какие сроки дали Мы справились, в общем-то Ну, видимо, благодаря заделу прежде всего Конструкторский задел был Самоходка оказалась удачной Су-122 Ну, гаубичная артиллерия Это великая вещь Уралмашевские самоходки Помогали взламывать немецкую оборону И отражать атаки танков Но вермахт на Курской дуге Предъявил свой козырь Здесь впервые появился тяжелый Истребитель танков Фердинанд В этом качестве он не имел Себе равных Из-за уничтожения или захвата Фердинанда Без лишних слов давали орды Под Курском этих монстров было 89 По масштабам сражений это мало Но у нас тяжелой самоходной артиллерии Оказалось еще меньше Из Танкограда успело поступить Всего 24 машины Можно сказать, первые образцы Но именно челябинские Су-152 Встретили атакующие Фердинанды В открытый бой не вступали Проигрывая в скорострельности Они действовали из засад И показали, что нет такой вражеской техники Которую Су-152 не могла бы уничтожить Когда в атаку пошли Ихние танки Тигры, пантеры И как начали савушки лупить их Как ударит снарядом Разворачивает корпус буквально Внутри все разворачивает Немцы поражены Что такое? Где засекают место? Шквал огня туда А она перешла в другое место И снова лупит Вот ее и прозвали Зверобоем Она была грозой для немецкого зверя Тигров и пантеров И все-таки за победу в Турской битве Заплатить пришлось очень дорого За один тигр отдавали Несколько наших танков Но итоги сражения Серьезно повлияли на умы Планы создателей советского оружия Именно после Курска Оборонная промышленность Вышла на новый виток Перевооружения нашей армии В 44-м году Три четверка получила новую пушку И новую башню С более сильной броней А вместо устаревших КВ В серии пошли ИСы В 44-м году В начале Опять же уже на западной Украине Произошло несколько характерных сражений Когда немцы проиграли только потому Что тяжелые немецкие танки Не смогли дойти до места сражений И что такое весна на Украине Это слякоть, это чернозем Который превращается в кашу На глубину 2 метра Три четверки передвигались с большим трудом Но они все-таки передвигались А немцы не могли Хотя формально по паспортам Конечно пантера сильнее Но что проку Что проку от сильного танка Который не поспел на поле боя Маневренным качеством Немцы уже никогда Не смогли достичь уровня Три четверки В жесточайшем противоборстве С тиграми, пантерами, фердинандами И другой вражеской техникой Советские инженеры готовили Свой ответ новым немецким машинам В результате в ходе войны Были построены грозные арт-самоходы ИСУ-152 СУ-100 И тяжелый танк Иосиф Сталин Поступив в войска Они встали в ряд с легендарными Катюшами Штурмовиком Ил-2 Автоматом ППШ Истребителем Як-3 Танком Т-34 И солдатскими касками Из Лысьвы Когда один пожилой немец Отстал от группы После экскурсии Он оказался сыном Одного из немецких солдат И от отца он слышал Что немецкие солдаты Рискуя жизнью Пытались всячески добыть нашу каску И среди них пытавало такое мнение Если они во русской каске будут воевать Значит живыми вернутся домой Теперь германская промышленность Наращивала производство Колючей проволоки Она уже требовалась Не только в концлагерях Красная армия шла на запад И солдатам вермахта Приходилось возводить Все новые и новые Рубежи обороны Это склад колючей проволоки Недалеко от линии фронта Колючая проволока Должна задержать вражеское наступление Как можно навалом Производить танки Т-34 Это же ведь не дубинки Ну дубинки можно поставить Конечно производство В бесконечном количестве Но танк это очень сложная Техническая система Производить без высочайшей Организации производства Ее невозможно В больших количествах Если мы начали побеждать Значит наша организация В чем-то превзошла немецкой Побеждать всерьез По-настоящему Не воевать на равных А побеждать Мы начали все-таки В 43-м году Война Это прежде всего Война экономик То есть Плановая экономика СССР оказалась Все-таки выше Полуплановой Так скажем Экономики Фашистской Германии Вот потребовалось Мобилизовать экономику Да У нас ее осуществили Все силы фронта Все для победы Вот это были не лозунги Это были реальные дела Это удалось А вот германская промышленность Тут вопрос любопытный Да По мощностям Она Нас превосходила Но вот по управляемости На всех уровнях Система управляемости Система принятия решений У нас оказалась Более взвешенной Более разумной Более соответствующей Действительности У них тоже было планирование Тоже было планирование Но все-таки капитализм Интересы корпораций Зачастую мешали Выполнению национальных идей Может быть все-таки Дело именно в том Что германская промышленность Это промышленность Изначально ориентированная На получение прибыли А не на выпуск танков Как таковых На большое подозрение Что если бы Круп Мог получать Ту же самую прибыль Не выпуская танков Так он бы их не выпускал А у нас С нашего директората Требовались штуки Тот колоссальный рывок Военного производства Был достигнут Мерами чрезвычайными Разве был выбор Если понимать Против какого мощного И современного оружия Удалось тогда устоять Какого сильного врага Победить И ценой каких Огромных потерь Из того не всего ночью Загудели Загудели все цеха завода Жуткий такой Какой-то Жуткий Тоже были радостные Вот эти Гудки Все цеха Значит Подходит Секретарь комсомольца Зайца Не назовется Это прекрасная женщина была Шура Война кончилась А я смотрю Станки все Заглохли Уже все молчат Я только еще рот разденула Значит Сама Все Заглох Весь цех Разбудили Меня Где-то в 12 часов ночи Срочно на завод Вот как Народ узнавал Я-то не знал Еще что там Уже встречали С бетоном Водки Мужики Поддавшие Честь победы Я говорю Какой победы Да ты что Не знаешь Ну а когда директор Собрал Объявил И сказал Объявляется Нерабочий день Выкатить Всю водку Которая есть Приготовить закуски Бутерброды И на демонстрацию Тут что было Тут в общем Знаю Хоть танки Целовали Кто чего Целовал От радости Откуда только музыка взялась Гармошки Баян Аккордеон Вот это был праздник Ну вот приезжала Американская Военно-промышленная Делегация Причем она посетила Несколько городов Урала И они сказали Сначала покажите гору А потом уже Все остальное Гора В годы войны Видоизменилась Потому что Добывали руду В огромных масштабах И вместо горы Уже постепенно Остановился котлован Есть такое выражение Война вычерпала гору А местные Магнитогорцы Называли Этот котлован Возникший на месте горы Могилы Гитлера Что я могу сказать В Берлине В центре Двое раз так забудешь Не вдумаешься глубоко Посмотришь Напротив рысь так А здесь Вранденбургские ворота Которые вебелься Вебелься камнем Которые заложил Все равно прошли Вдруг наступивший Долгожданный мир Ставит перед страной Завершившие войну Проблемы не менее сложные Чем при вступлении в войну Отвоевались Победили И едут с фронта солдаты Многие ушли из школьных классов И вообще ничего не умеют Только воевать А ведь надо как-то устраиваться В новой жизни Ведь эту ситуацию Вознесенский прописывает Что нам надо быть готовым К тому, что люди с фронта Придут и мы их должны обеспечить Рабочими местами Возможностью обучаться Возможностью приобретать Специальность И быть занятыми На работе Я сразу В гимнастерке В шинели Отправился в институт И поступил В число студентов Как мы назывались Отечественники Нам предоставили Выбор Факультета И с тех пор Я занимался На энергетическом факультете И закончил его В 49-м году С пониманием Относились к тому Что этот человек Обязан учиться Потому что он это право Забоевал И мне кажется Вот эта вот Щадящая позиция Она дала возможность Смельчить вот эти вот души И направить их энергию В нужное Общество ростов Для тех Кто вынес на своих плечах Тяжесть войны Первый день мира Стал самым счастливым в жизни Но это был еще и переломный Кризисный день График нагрузки Энергосистемы 9 мая 1945 года Можно сказать Кардиограмма Напряженности Производства Примерно так было Пока шла война А вот долгожданная победа Внезапный сброс нагрузки Григорий Иванович Носов Он умер на отдыхе Пошел в отпуск Первый раз после войны Ну после этих 12 лет Считайте управление комбинатом И на отдыхе Где-то уже было видно Хорошо Он просто расслабился И организм Который держался Наверное вот так Он дал сбой И таких судеб было немало Для страны Завершившей войну Опасность резкой остановки Имеет смысл Совсем не метафорический Вот вы никогда не задумывались А что произошло после 9 мая В экономике заводов Которые работали И выпускали десятки Сотни тысяч моторов А потом раз Они никому не стали нужны Что происходило с экономикой Моторы никому стали не нужны Никому стали не нужны Самолеты в тех количествах Которые выпускались Стали появляться выходные Стали появляться там отпуска То есть у людей появилось Свободное время То есть и просто Как сказать Грозила безработица То есть вот Реальная безработица И солдата В тот трудный момент Он не растерялся Людей надо было занимать Самое простое Как раз это строительство Жилья для самих людей Целые микрорайоны здесь Это все построено По тем временам Потом конечно Часть осталась Часть сносилась Уже строились Современные здания Но это был способ Занять людей И привязать их к заводу Создав им лучшие условия Теперь страна стояла Перед необходимостью Очередного экономического И производственного маневра Новую военно-промышленную базу Страны Так эффективно работавшую На войну Требовалось развернуть На выпуск мирной продукции И обеспечить Восстановление Разрушенного хозяйства Кончилась вторая мировая Конец 45-го года Полстраны Полностью разрушена Полстраны задыхается От перегруза Европа вытянула план Маршалова Понятно Огромные капиталы Предложены Огромное количество товара В том числе промышленных товаров Для восстановления промышленности Все это западная Европа получила Мы этого не получили Но восстановили промышленность Не только промышленность Страну восстановили Сроки сопоставимые С той же Германией Откуда резервы? Я изучавший Пол жизни Военно-промышленный комплекс Могу сказать одно Что эти резервы Были взяты из ВПК Правильная конверсия Не просто перенацелена Гражданской продукции А использование Военных технологий Военного опыта В производстве Гражданской продукции Позволили нам Восстановить народное хозяйство Когда война закончилась После 9 мая Очень многие Те специалисты Которые были Из Ленинграда Из Москвы Из Киева Из Воронежа Они же с Урала Потянулись на свои родные места Я после войны В 46-м году Поехала туда В Ленинград Выставила сутки туда В этот район администрации Они там пришла Мне говорят Паспорт у вас Челябинский И живите во мне Все равно что ли? Если бы я была Сейчас пошла Я бы им показала Кому все равно Кому не все равно Но я заплакала И ушла Рабочим промышленных предприятий Оборонного значения Реэвакуация была запрещена Было рекомендовано Директорам Забрать все паспорта У рабочих Если они еще не были Забраны Ну то есть Без документов Их оставить И просто категорически Запрещено Самовольная реэвакуация Считалась дезертирством Каралась по законам Военного времени Но в то же самое время На западе страны В традиционных Промышленных регионах Опустошенные заводы Возрождались заново Здесь тоже нужны были Квалифицированные кадры Промышленный потенциал Страны удваивался Вышло распоряжение Народного комиссара Черной металлурги По которому Значит работники Эвакуированные С заводов Украины Имеют право Вернуться на свои Предприятия Это грозило Остановкой комбинату Было разработано Специальное положение О вербовке По этому положению Заключался договор Кто хотел Тут подписан Если они остаются Им давалось Квартира Жилье 3000 рублей На покупку коровы И 20 талонов На приобретение Одежды и обуви Тиража Был 25 тысяч Это означало Что Видимо Примерно 1020 Ну Было таких людей И они Здесь Остались И они Туда Обратно Не поехали Здесь Они и остались Работать Я Я родился Пододесса И там На Украине Все Потом Харьков Но мне Здесь понравилось И я до сих пор Люблю Тагил Вот Люблю я Урал Особенно Средний Урал И люблю Тагил Тагил Люблю Вот у нас Был такой Заменитый Директор Виктор Чудовенко Значит Он Родился На Украине В Славянске И закончил Киевский Политехнический Институт Ну И Хотел Остаться В Киеве Работать Ну На Украине А отец Ему Сказал Сынку Настоящие Металлурги Работают На Урале Вот он Собрался И ехал На Урал И я тоже Так считаю Что Если ты Значит Металлург То надо Работать Там Где Металлургический Завод А металлургический Завод Где На Урале Белимбай Вполне Типичный Для Урала Старый Заводской Поселок А к началу Войны Богом Забытая Захолустье Но в промышленном Регионе Рядом С железной Дорогой И вблизи Индустриальных Городов Население Незначительное Каждый Человек Известен Вполне Подходящее Место Для поддержания Строжайшей Секретности Поздней осенью 1941 года К станции Белимбай Стали Прибывать И разгружаться Эшелоны Запада Новые Объекты Разместили Обнесли Ограждением Поставили Вооруженную Охрану А со всех Местных Жителей Взяли Подписку О неразглашении Пожизненную Вот здесь В опустевшем Храме Расположился Завод Номер 290 Его Возглавлял Авиаконструктор Николай Камов Вместе С ним Работал Другой Авиаконструктор Михаил Миль В Белимбай Они Продолжили Разработку Винтокрылых Летательных Аппаратов Правда Этим Машинам Так и Не пришлось Повоевать В преддверии Создания Вертолета Проект Был Остановлен Вынудила Война Но опыт Накопленный Здесь Пригодился В будущем Миль Очень много И день и ночь Можно сказать Работал И все У него были Расчеты Расчеты Потом Когда они Выехали В 43-м году Хозяйка Этого дома Где они Жили Она 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 Старенькую Сказки Салтыкова Щедрина И вот Где были Пустые места Все 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 Было Исписано Формулами 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 Это все Были Расчеты В последствии Икамов Имиль Стали Создателями Каждый Своего Семейства Известных Во всем Мире Вертолетов Тогда же В начале Войны На территории Турболитейного Цеха В Билимбай Обосновался Завод Номер 293 Здесь Форсировано Трудились Над созданием Истребителя Перехватчика С Жидкостным Ракетным Двигателем Проект Получил Индекс Би Что означало Ближний Истребитель Руководил Работами Авиаконструктор Виктор Федорович Болховитинов Для испытаний К заводу Был прикреплен Летчик Капитан Григорий Бахчеванжи Пять раз Капитан Бахчеванжи Успешно Поднимал В воздух Опытные Образцы Этого Самолета Ракеты Шестой Полет 27 Марта 1943 Года Стал Для него Последним После Аварии Самолеты Серии Би С аэродрома Под Свердловском Больше не Взлетали Однако Уральский Опыт Не пропал Даром Белембаевскую Школу Болховитиного Прошли Тогда Многие Авиаконструкторы С мировым Именем Это Создатель Крылатых Ракет Александр Березняк Автор и Разработчик Первых Турбореактивных Двигателей Архип Люлька Это Ближайшие Сподвижники Сергея Павловича Королева Василий Мишин Михаил Мельников Борис Чертог Алексей Исаев Сам же Виктор Федорович До конца Своих дней Будет считать Белембаевский Период Главным Этапом В своей Жизни Временем Начало Эры Отечественной Реактивной Авиации И Предчувствие К космосу Город Молотов Ныне Пермь Сюда В начале Войны Был эвакуирован Ленинградский Театр Опера И балета Имени Кирова Во-первых Здесь выступали Великие Здесь были Уланы Вечеслова Здесь был Написан Хачатуряном Балет ГН Семиэтаж Которая гостиница Существует И сейчас Где жила Вера Панова Где жил Хачатуряном Многие-многие Дети искусства Которые сюда Приехали Сюда же В Пермь Вместе с театром Было эвакуировано Ленинградское Хореографическое Училище Имени Вагановой В 1942 Году Был объявлен Набор детей В первый Класс Балетной Школы Был набран Первый военный Набор детей И когда Ленинград Освободили То пермики Своих детей Не отпустили В разоренный Город И у нас Стал вопрос О своем Хореографическом Училище Которое Возглавила Екатерина Николаевна Годенрейх Замечательная Балерина Это просто потрясает Шла война Она не закончилась Разруха в стране И создается Балетная школа Здесь В провинции И вот На один из Предпоследних Конкурсов Арабэск Приехал Николай Цискоридзе Это солист Большого театра А сейчас Возглавляет Вагановское Хореографическое Училище Он вышел на сцену И низко-низко Поклонился Он сказал Я давно мечтал Это сделать Мой педагог Из Перми И все то Что меня прославило Это ваша Замечательная школа Эвакуация Эвакуация суда инженеров Других заводов Собственные инженеры Это мощный инженерный корпус Он продолжал работать И после войны И результат Здесь Этого достижения Очень простой Реактивная система Залкового огня В итоге Были размещены На мотовелике И сегодня Мы изготавливаем Единственный завод В России Который делает Эти изделия Все технологии Которые сегодня Применены В металлургии Современные Конвертерное производство Первый конвертерный Цех в СССР Был построен В Нижнем Тагиле Первая машина Непроверного литья Заготовки То есть Если раньше Все в слитке В Нижнем Тагиле На НТМК Есть чем гордиться Европейские И мировые Специалисты Отмечают Что наши печи Работают с лучшими Технико-экономическими Показателями В мире Ну с кем-то Кто-то спорит Они говорят Не вы не лучшие Я говорю А какие мы Говорят Ну вы вторые Я говорю Знаете В Европе мы точно первые А с Америкой Можно поспорить еще Есть уральские бренды Да Вот они Та же Мотовилиха Мотовилинские заводы Тот же Пермский моторный завод Это бренд Который известен Во всем мире Урал вагонзавод Солда Который производит Титан для этого мира Ну просто Тут самые яркие примеры Которые свидетельствуют То что Урал Был Есть и будет Опорным краем Державы Я ведь как Представитель Академического сообщества Считаю что Урал Та середина С которого Начинается И заканчиваются Многие Великие Дела Которые В Союзе И в России Делаются Война была Тяжким испытанием Но она научила Не только воевать Она научила Работать Урал пережил Стремительный Индустриальный Подъем Расширились Мощности Предприятий Работавших До войны В кратчайшие Сроки Были построены Новые заводы Сложились Целые Отрасли Промышленности Которых Раньше Здесь не было Урал Превратился В становой Хребет Оборонного Комплекса Страны А Советский Союз Победив В войне Приобрел Статус Сверхдержавы Мне кажется Вот закладывался Фундамент Того Что на будущее К Советскому Союзу Относились Как К промышленной Державе Способной Дать Отпор Любому Агрессору Казалось С войной Покончено Но ощущение Достигнутой Цели Быстро Развеялось Мир Завоеванный И выстраданный Оказался Шатким И непрочным На арене Мировой истории Появился Новый персонаж Атомная Бомба А вместе С ней И новые Претенденты На мировое Господство Еще задолго До конца Войны Американцы Просчитали Что в послевоенном Мире Другим Сильным Государством Кроме Соединенных Штатов Будет Советский Союз Следовательно Вот он Враг Еще в ходе Войны В американских Штабах Началась Разработка Плана Нападения На Советский Союз К концу 1945 Года У Америки Было По крайней мере 196 Атомных Бомб Для русских Объекты Предстоящего Удара 20 советских Городов Для начала Через три года Таких городов Было уже 70 Дальше Больше Реальный план Он обеспечен Всем Обеспечен Политически В Японии Взорвание Черчилль Трумана Открытую Призывает БМВ Москву Без паузы Без передышки На базе Экономики Военного Периода Требовалось Создать Новую Оборонную Промышленность Было понятно Что для реализации Атомного проекта Придется В который раз За короткую Советскую Историю Поднимать На дыбы Всю страну В ход Пошли методы Отработанные Во время войны Предельная Мобилизация И концентрация Материальных И человеческих Ресурсов Широкий Простор Инициативе И строгая Ответственность За выполнение Задач Вызвали Вовком Партии И дали Два или три Экземпляра Я первый раз Многостраничных Анкет Вот мы там Часов шесть Сидели Заполняли Их Отдавал Свою энергию В центры Новых производств На базе Которых Создавались Закрытые Атомные Города Первым По времени И наиболее Связанным С традициями Эвакуации Был Нынешний Озерск Его ядром Стал комбинат По наработке Оружейного Плутония Нынешний Маяк Объекты Строили Как в годы Войны На уральском Алюминиевом Заводе Без проектов И смет На свой Страх И риск Для иного История Не отводила Бремени Начали Прорубать Просеки Дороги Строить Потому что Здесь не было Ни дорог Не было Ни электроэнергии Трудно Приходилось Срывались Сроки Разделки Котлована Под первый Реактор Планировали 12 метров Хватит Оказалось Надо 53 метра Ручной Труд Никакой Механизации Назначается Комиссия Приезжает Самое Высокое Руководство Специального Главного Управления Первого Главного Управления Все Наркоматы Средства Предприятия Желого Промыслов Приезжают На место Ну Меняют Руководство Но тут же Министр Внутри Дел Круглов Выпускает Приказ В течение Месяца Сюда Направить Еще Около 18 Тысяч Заключенных И в течение Месяца Сюда Поставить 110 Юрт Утепленных На 50 Человек Каждый Чтобы Можно Было Зиму Встретить И вновь Прибывшему У нас Был Как Средняя Азия Район Юрты Белые Стояли Целый Полигон С июня 1944 Года Руководство Атомным Проектом Со стороны Государства Было Возложено На Лаврентия Берию Впервые Берия Приехал Под Киштым 8 июля 47 Года После того Как стало Понятно Что обещанной Сталину К концу Года Бомбы Не будет И вновь Сработал Принцип Кадры Решают Все Директору Уралмашам Узрукову Пришлось Оставить Свой Завод И принять На себя Руководство Строящимся Комбинатом Когда Оставные Научные Проблемы Были решены Стал вопрос О серийном Производстве Атомных Бомб Реакторов Всего Чего Угодно Где Были Взяты Специалисты Для Конструирования Серийных Изделий Для Их Производства В Танковой Промышленности В Приказах По Министерству Транспортного Машиностроения Куда Входил Танкпром За Конец 40-х Годов Целой Простыни Перечни Людей Вот Такие О переводе С танковых Заводов В Свинцовую Промышленность Тогда Это так Называлось И Как Вы Знаете Бомбы Мы Действительно Стали Делать На Потоке Да И Не Только Бомбы И Реакторы И Много Чего Другое 1 Июня Подписан Акт О том Что Аппарат А Так он Назывался В тот Период Принят В промышленную Эксплуатацию Базой 10 И вот Надо было Проверить Способен Этот реактор Работать Как промышленная Установка По наработке Плутония Или Не способен Вот Курчатов Был Уверен А руководители Хозяйственного Уровня Были В большом Сомнении Сработает Он Как промышленная Установка Или Взорвется А такая Вероятность Была Вполне Возможно Несмотря на это Вот здесь В этой Комнате Вот за Пультом Там Стояло Все Руководство Комбината И первого Главного Управления Стояли Здесь Зачем Стояли Ну Победили Праздник А если Не победили Ну Наверное Лучше Здесь Если взорвется Чем Где Нибудь Люди Этой Эпохи Были Слеплены Из Какого-то Другого Теста На риск Шли Независимо От Должности И положения Генерал Абрам Завинягин Приехал По поручению Берии Разбираться С очередной Аварией Он Он Быстро Понял Что При Ремонте Не Избежать Облучения Рабочих Реактор То Не Заглушен Генерал Берет Стул Ставит Его Рядом С Работающим Реактором И Усаживается Рядом С ним Устраивается И генерал Майор Инженерной Службы Директор Комбината Борис Музруков Рабочие Видя Что Генералы Сидят Рядом Приступили К работе Аварию Стороняли Шесть Дней И Все Это Время Завинягин Несмотря На Уговоры Дозиметристов Отойти Подальше От Активной Зоны Просидел Рядом С Работающими Ремонтниками Американцы Были Уверены Что Своё Атомное Оружие У нас Появится Не Раньше Чем Через 15-20 Лет Вышло Иначе 29 Августа 1949 Года В СССР Испытали Первую Атомную Бомбу С оценкой Сегодняшнего Дня Что-то Было Ущербно По отношению К конкретному Человеку Но Отношение К одному Человеку Обеспечило Безопасность Страны И поэтому Это диктовало Такие отношения Сегодня Судить За эти Строгости За эти Неимоверные Так сказать Усилия Которые Принимают Ну Я считаю Что морального Права Сегодняшнего Поколения Нет У нас Есть Неправа Обязанность Низко Кланяться Тому Поколению Которые Создали Вот это Все Хозяйство Создали Атомную Бомбу Это Оружие Сдерживания Что Спасло Весь Мир От Атомных Войн Ни Одна Бомба После Испытания Первой Советской Бомбы Больше Не Била Применена В Военных Целях Для Каких-то Политических Целей Мир Был Спасен От Атомных Войн Так ведь Причин Как всегда Много Но одна из причин В области Психологии Западной Европе Что такое Русский Это люди Которые Плохо Копируют Западные Образцы Что-то Там Украли Что-то Сляпали Ну вот Получили Какую-то Продукцию Творческого Потенциала За нами Как бы Не Подразумевалось Того Факта Что Из-за Заимствованной Технологии Мы создадим Что-то Новое Иное И весьма Эффективное Даже Не Предусматривалось Но ведь Сейчас И в нашей Стране Огромное Количество Людей Оценивают Нашу Промышленность Точно Так же Ржавые Остатки Советского Периода Ничего Из этого Взять Нельзя Низкотехнологичная Промышленность Советского Союза Люди Уцелевшие В ней Со своими Отсталыми Взглядами Все Один В один Вот Был я На Юэс Стил На Заводе Завод Который Наверное По возрасту Даже Старше Нижнего Тагила Вот я Пришел Да Они Стоят Работники И наверное Стан прокатный Такой же Примерно Как у нас По возрасту Но он Весь Автоматизирован Увешан Какими-то Современными Системами Вот И Подхожу К рабочему И спрашиваю Скажите А вот Что у вас Вот тут Вот Он говорит Не знаю Вот ему Не положено Знать Вот он Знает Вот Кнопку Ручку Нажать Мастера Спрашиваю А мастер Тоже не знает А наш Знает Все Что делается У себя Он знает То Что делается Еще У соседа То Что Знает Что делается За стеной Наши Я думаю Что мы Поэтому И победили Во всех Вот этих Воинах Потому что Мы нестандартны Что русский Человек Он интересуется После войны Было Соревнование Наши Профсоюзы Поехали В Австрию На Всемирный Конгресс Профсоюзов И там Кто-то Из докладчиков Сказал Что вот У нас Есть Анатолий Михайлович Чугунов Который Выполняет Норму На Тысячу Процентов Ну Присутствующие Заржали Сказали Что же Это За Нормы Такие Вот Мы В это Не Верим Ну Ладно Устроили соревнования Значит Австрийцы Выставили Своего лучшего Слесаря Инструментальщика Ему противостоял Анатолий Михайлович Задание Было Одинаковое Вот Образец Ключать Для сейфа Сделать Дубликат Анатолий Михайлович Уже Через полчаса Представил Готовый Ключ А тот Все еще Заготовкой Возился Ну Всем все Стало ясно Ему Подарила Фирма Часы золотые Именные Наверное Все таки Я сказал бы У каждой нации Есть Ген победы Никто же не хочет Поражения Но Наш Народ Он Слишком много Пережил Наверное За всю историю И война Которая была Последняя война Не мы ее начинали Вы знаете Большая же Россия И Россию Которую Не показывают Там Повседневно Там В новостях Мы видим Там Центр Там Москву Еще Но Есть Россия Которая Здесь В Нижнем Тагиле Которая В пригородах Нижнего Тагила Там Есть Нижняя Солда Верхняя Солда А там Ведь люди Крепкие Духом Если Этих Людей Поднять И они Сами Поднимутся Там Я думаю Что мы Россию Всегда Стоим Вот В этом Точно Не Сомневаюсь Из Распоряжения Наркома Танковой Промышленности СССР Малышева 15 мая 1945 года Вознаменование Исторических Побед Красной Армии Над Гитлеровской Германией Для Увековечения Трудового Героизма Рабочих И служащих В период Великой Отечественной Войны На каждом Танковом Заводе По пути Наибольшего Движения Рабочих С работы И на работу Установить На пьедестале Танк Арцамоход Выпускаемый Заводом Танк Должен быть Подготовлен К длительному Хранению Все формуляры Так что Я Победу Помню Люди Плакали Обнимались Но не было Такого Вот Истерик Обнимались Тяжко На душе Было Все равно Тяжко И рады были Что в конце концов Это Верили Что сейчас Это надолго Оно так и получилось Вообще-то Надолго Все так И этой мрази Свернули башку Этому Нацизму Мы делали Этот фильм Не в качестве Напоминания А с желанием Понять Что же Все таки Тогда Произошло Точно Ли То были Люди Другого Духа И другой Плоти Или Они были Такие же Как мы Но жизнь Поставила Их В те Условия Слушайте их песни, посмотрите их фильмы, но они выдержаны. А почему? И главное, насколько мы в нынешней нашей, по-своему не менее сложной жизни, можем опереться на их опыт. Редактор субтитров А.Семкин